Мы провели обследование по Барановичам перед моим приездом. Мы посмотрели ваши жалобы у всех. И на первом месте цены. Сейчас мы посмотрим, кто тут у нас начинает шалить с этими ценами. Потому что нет оснований для роста цен. Это уже залазят в карманы. Хоть понемногу, но потихоньку, потихоньку посмотрим. А вы думаете, что крылышки выросли цены, это куда пошли деньги? А я вам скажу, кто крылышки производит, те и получили. А производит у вас дружба или не дружба? Дружба. Значит, люди получили эти деньги. И свое благосостояние как-то пытаются поддерживать. За счет пенсионеров. За счет всех. За счет всех. Поэтому вы не думайте, что повысилась цена на холодильник. На холодильник. И это я забрал эти деньги. Нет, эти деньги Атланты получил, которые производят. Но я не скажу, что у них все хорошо. Поэтому они стараются. Но мы контролируем и смотрим, где-то объективно выросли цены. А нам в этом году пенсионерам повысят? Нет? Понемножку. Понемножку. Ну ладно, хоть по чуть-чуть. Почему? Если бы мы, конечно, экономика наша работала мощнее, было бы больше. Но вы же понимаете, что все мы будем пенсионерами. Все. Вот молодыми мы уже не будем. А пенсионерами будем. Поэтому надо немножко пенсионеров поддерживать. Но наши еще пенсионеры, знаете, белорусские, они деньги, говорят, вот не хватает на то. А детям что-то там в кулачок карман положат. Сами не доедят. Сами не доедят. Да, да, да. Это вот и все. Отдеваться не надо. Нет. А вы их заставляете работать. Ну, это у вас. Ну, а я зависим от ресурсов, от нефти, от газа, от всех. Это еще одна беда. Ну, ничего. Нам еще надо немножко времени. Избавимся мы от этой зависимости. Атомную станцию построим. Нам уже не нужен будет газ на производство электроэнергии. Значит, мы договорились. Вот сегодня, дай бог, чтобы это случилось. Кстати, Баранович, это вот вы, наверное, много слышали. Орша, Орша, Орша. Я тогда сказал, на Орше мы этот проект обкатываем. А Орша я знаю, в отличие от Баранович, каждый метр. Каждое предприятие. Поэтому мы и начали с него. А потом пойдем по другим таким городам. У нас их 11. Так вот, мы договорились, что вот этот и следующий год в Барановичах и Барановичский район в целом средняя зарплата должна быть за 1000 рублей стабильнее. К первому сентября мне пообещали будущего года. Сразу не рванем. Потому что, тихо, тихо, я еще ничего не дал, чтобы спасибо говорить. Вот такой у нас ориентир.